Готов ли город к зиме? Этот вопрос стал главным на совещании горосполкома. По словам начальника управления ЖКХ Светланы Жуковой, основные организационно-технические мероприятия в этой сфере практически завершены. Так, у учреждений культуры, спорта и здравоохранения на сегодня уже есть паспорта готовности. Отстает пока образование. По трём учреждениям не получены паспорта две школы. Седьмая, девятнадцатая и Центр досуга и творчества. И по одному учреждению образования администрации Ленинского района. Там запланированы работы в соответствии с проектами. Но я думаю, что мы здесь просто эти вопросы по управлению образованием закроем в течение понедельника. К оттопительному периоду подготовлено 936 домов. Это 82%. По плану до 1 января 2020 года в городе необходимо заменить теплосети протяжённостью 9,6 километра. В настоящее время проложено уже более шести. Светлана Жукова заверила, в оставшийся отрезок работ ни один потребитель не будет без тепла. В своём докладе специалист подняла вопросы функционирования водопроводов и освещения. Предприятием «Гурсвет» создан запас в количестве 928 светильников. И также дополнительно будут использованы при необходимости 140 ламп бывших в употреблении. Что касается предприятий, на сегодня стопроцентная готовность к оттопительному сезону есть только у красного пищевика. Председатель городсполкома Александр Студнев предписал всем организациям завершить необходимые работы к 27 августа. С учётом оставшегося времени и проблемных организаций предприятий, которые у нас вызывают опасения. По этим организациям мы должны чётко расписать конкретные сроки и контролировать их буквально каждый день. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.